Ну, это ж цирюльник. Этот хирург считается цирюльник. То есть, существо грязное. Грязнее профессии нет. Золотарь. Золотарь грязнее. То есть, вообще говночист. Говночерпи. Грязнее профессия. А чтобы король запал на... Ну, давайте... Говночистку? Да, вот была бы баба говночистка. По-моему, было бы еще лучше. Ох, давай-ка сейчас прям... Ох, черпаешь. Да! Черпай, черпай. Двумя руками. А я на тебе, между прочим, жениться собираюсь. Охренеть! И так как король не сам по себе, он бы не смог на ней жениться. На цирюльнице. Просто... Даже если бы он сильно захотел, это даже марганатическим браком назвать нельзя. Марганатический брак был бы, если бы он чпокнул бы просто какую-нибудь дворянку. Да. А вот это... Вообще не человек, фактически. Это не совсем мы человек, во-первых. А во-вторых... Вам этот брак никто не осветит, не подпишет, не зафиксирует. То есть, ты сам не можешь жениться. Тебе нужно, чтобы у тебя некий ЗАГС принял. Попы местные, понятно. А попы вас не обвенчают. Он что-то с ними не делает. Поэтому вся эта замутка, которую вместо Мартиновской замутки... Очень умной, кстати, и тонкой нам преподнесли. Я положительно в панике, когда все это видел. Ну, и вот эти вот заходы. Грязные бабы в Сатерку Ковалю. Что себе позволяешь. Да. Здрасте, Ваше Величество. Что вы тут мне... Рассказывайте. Мне там нужно скальпель, новую клизму. И быстро... Ваше Величество. Вы меня слышали? Сделал... И я пошла. Такая вся красивая. Застроила царя. Да, вообще. И Боба только. Какая она строгая. Я растерялся. Ну, и тая от восторга. Чушь, блин. Понятно, конечно, что все ему в рот смотрят. Вроде как. И тут такие строгости. И он обрадовался тому, что хоть личный человек один, которому нет, так сказать, может. Казалось бы. Потому, что никто ему в рот-то Бобе не смотрит. Ему что в кино. Тем более в книжке ему приходится всех своих лордов непрерывно уговаривать. Склонять к чему-то. Между ними лавировать вот так вот. С этим выпивать. С этим охотиться. С этим про собак говорить. Иначе они тебя уважать не будут. Ну, то есть, нормальная работа руководителя. И непрерывно демонстрировать собственную демоническую удаль, чтобы тебя уважали. То есть, ему в рот не смотрит никто. Он маленький. Для них. Для всех. Не смотри, что король. Ему нужно постоянно показывать. В отца. Что он... Не смотри, что ростом не в отца. Не обидишь молодца. Вот. Он кладет на две лопатки в школе лучшего борца. Чемпиона по борьбе из восьмого класса Б. Вот. Так что... Вот эта вот разница между подхалибами или заблюдами царедворцами и свободной и сильно независимой женщиной... Ее нету. Ему наоборот, наверное, хотелось бы некой покорности. Потому, что ему этой покорности вокруг... Ну, в окружающих его сволочах не хватает. Ее просто нету. И вот, наконец, появляется мягкая податливая женщина, которая согласна со всем. И его воспринимает как некое божество. Ну, типа... Ой, все. Я вся ваша. Как вы это прекрасно сказали. Мессир. И он такой... Как Джо Пешев известного фильма. Что, кстати, в книжке... Примерно оно вот в таком духе и было. Папа Тайвин нашел... Провел кастинг. Нашел идеально подходящую кандидатуру. Которую немедленно растопило окаменелое бобиное сердце. Так, что он забыл братву. Свои обещания. Обязательства перед фреями. Нас на бабу променял. Да. Нас на бабу променял. И поломал нахрен вообще всю стратегию, которую он до этого выстраивал. Долго-долго. Не скажу годами. Месяцами уж точно. Все его победы одним движением перечеркнул просто. Потому, что папа Тайвин умный. Да. А тут получается, что оно само вышло. Он случайно встретил какого-то военврача в говне и запал. Именно так. Это случайность. А если бы он его не встретил? То что? Или, например, встретил, она ему категорически не понравилась. Что там такое хамло? Леща бы выписал железной варежкой, чтобы в себя неделю не пришла, блин. Вот ты военврач, вот военврачуете. Теперь себя. Да. 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 Угу. Угу.